Масса только с высоты пирамиды. Кажется киселем. Внутри она таит жесткую кристаллическую решетку, из которой куют стержни, прошивающие очередную привнесенную из-за рубежа пирамиду власти. И только эти стержни дают пирамиде устойчивость и целостность. Стоит изъять их и уже ничто не спасет государственную пирамиду от страха. Кто сегодня работает с молодежью? Кто вообще отвечает на их вопрос? Вот мы здесь, молодежь, все собрались, обучаемся. У нас были лекции по госперевороту. Мы сейчас научились делать госпереворот. Да, да, были у нас такие лекции, я не вру, серьезно. Мы сейчас научились делать госпереворот. И было сказано, что 8% негативно заряженной массы хватает для того, чтобы сделать переворот в стране. На что ориентировать молодежь? На защиту собственных интересов. На улучшение качества жизни в этой стране. Ориентируйте своих детей, чтобы они боролись за качество жизни. Если они так же, как и вы, будут бороться за смену власти. Народ в 17-м году победил, как мы думаем, да? Произошла революция, погибло много людей. Что получил народ? Народ получил голод. Народ получил нищету. Все ребята окончат институт, окончат магистратуру. Рабочих мест нет. Мы образованные, мы все умеем. Но есть большая коррупция. На места мы никак не попадаем. У нас есть одно решение. Это революция. Но мы не хотим быть революционерами. И еще. Достаточно влить чуть-чуть денежек, и все мы выйдем на митинг. Мы, как взрывоопасная смесь, мы готовы вспыхнуть, потому что мы недовольны властью. Мы не получаем социальной справедливости, социальных гарантий, бесплатного обучения, общежития. Нам приходится работать по ночам, чтобы оплатить себе учебу. Вы врете на самом деле о том, что обучение бесплатное. Молодых нельзя запугать. 15, 16, 17 лет этих ребят запугать нельзя. Готовы ли вы пойти в суд народный, наверняка это, скорее всего, будет в случае революции. И готовы ли вы там доказывать по каждому факту свои решения и свои идеалы? Понимаете ли вы, что, скорее всего, этот суд будет обязательно необъективным? Понимаете ли вы, что, скорее всего, вас могут осудить даже на смертную казнь? Готовы ли вы ее храбро и ясно принять, как это сделал Саддам Хусейн? За свои идеалы я, конечно, готов умереть. Холодильник победит телевизор. Кризис всегда запускал восстание. Мы можем с вами отмотать историю, вернуться в 17-й год, недовольство Первой мировой войной. Ну, давайте вспомним, например, Румынию. Она неплохо себя чувствовала. Тем не менее, товарищ Чуршевску вышел на балкон. Кто-то начал свистеть, провокаться, и вот его уже ведут расстреливать вместе с его супругой. Создав всеми доступными нам путями с помощью золота, которое все в наших руках, общий экономический кризис, мы бросим на улицу целые толпы рабочих одновременно во всех странах Европы. Основные пункты этой программы повторяют так называемый Новый Завет от Сатаны. Вместе с протоколами русская разведка выкрала еще один документ, помеченный грифом «Совершенно секретно». В нем были описаны планы организации крупной морской катастрофы в начале 20-го века. Посмотрите, везде одно название «Полицейские» и везде одинаковое обмундирование. Они одинаково все выглядят. Мы даже не поймем, с какой страны они приехали, чтобы нас давить, например, да, если мы чего-то захотим. Это международная форма. Международная. Это не заговор. Это клуб президентов, который форму управления менять не хочет. Хозяин нашей страны за границей не хочет терять этот кусок. Нужно осознать свое место в этой стране и перестать себя ненавидеть. Есть культура англо-саксонская, есть культура белой расы и ниже нее культура всех остальных. Я и думал. Сегодня кто-то хочет устроить Майдан. Молодежь уже толкают, лера толкать заставляют и все остальное. Революция. Революция. Нам не надо революции. То есть Россия утонет в крови тогда. Мы просто перебьем все друг друга снова ко всенастую. А нам нужны грамотные, активные действия, политически обоснованные, экономически выгодные для народа. Что будет с Россией в ближайшие годы? Произойдет революция или нет? От кого поддержать? Путина или Навального? Ядро или ведро? Тут у нас появились революционеры всякие. Мальцевы. Такого надо сажать таких царей, что Россия находилась в коме. Большая заслуга Путина, что Россия не умерла. Это большая заслуга. Народ его любит. Что будет завтра модным в этой стране ведомой? Жить по Корану или вниз головою с балкона неокрепший мозг подростка. Слопает по-любому. Ему все равно, что жрать говно или себе подобных. Выводы, как будто Россию идут к революции. Сознательно. И почему на сегодняшний день допускают такое, что сегодня детей бьют? Нельзя этого делать. Нельзя. Это история. Мы уже повторяли. И все революции начинались именно со студентов. Уже при нашей жизни что произошло на Украине. Мы видим, что произошло в Армении сегодня. Но поверьте, нельзя недооценивать ситуацию в России. В обществе с искаженным понятием эталона Проще быть копией, подобно китайским айфонам Стоящим внешне, но с прошивкой привычно галеной Но ты же не такой, ты прототип неги Зачем тогда прячешь лицо под маской и запчеки? Или все же стесняешься физиономии русской? В отношении Саддама Хусейна и Иракия, Ливии, Сирии Вот, логика та же самая Демонизация страны, демонизация лидера Организация или революции, или просто протеста Далее вооруженные столкновения И потом бомбардировки НАТО Или, значит, просто государственный переворот, как на Украине Вот эту логику сегодня применяют к России Подавляющая часть гражданства хочет перемен, безусловно И чем быстрее, тем лучше Даже внуки прошлых революционеров вышли на Олимп Фурия красного террора В революционере должны быть задавлены чувства родства Любви, дружбы, благодарности и даже самой чести Он не революционер, если ему что-либо жалко в этом мире Он знает только одну науку Науку разрушения Тысячи тонн ценностей, икон, бриллиантов, картин, окладов, золота и серебра Переправили Ленин и Троцкий своим хозяевам на запад Шиф, Морганы, Ротшильды не зря вложились в революцию Их инвестиции оправдались полностью И понимаете, получилось так, что русский народ как бы привел Типа своего, но опять же с Европы человека Человека, который жил в Европе Человек, который прятался в Европе Человек, который получал помощь из Европы Вдруг стал русским рабоче-крестьянским лидером Прошло почти 100 лет В 1991 году опять революция прошла Опять Те же рожи Те же шнобили кривливые Те же лозунги опять Свободу народу Богатство народу Земли народу Власть народу Но опять Какому народу? Миллионы людей и по сей день не знают Что все эти троцкие, каменевы и литвиновы Никакие они не троцкие, а бронштайны Да, бронштайны А русские псевдонимы Они брали себе для того Чтобы Вологодский или брянский мужик думал Что у него русское правительство И пахал на них И воевал за них Нам сегодня нужна правда Полная правда Нам говорят Так вы же сами выбрали себе В правительство Две тысячи бронштайнов Вранье Мы их не выбирали В 17-м, 18-м, 20-м году Наши с вами деды Были не в Москве И не в Петрограде Они были на фронте Они спасали Россию От германских полчищ От английских, японских, французских Американских интервентов Вот где были русские люди А тем временем и народцы Проникли в правительство И приняли за истребление Нашей памяти Блок пишет строки Запирайте этажи Нынче будут грабежи Те зверства, которые свершались Сбунтовавшейся Чернию В февральские дни По отношению к чинам полиции Корпуса жандармов И даже строевых офицеров Не поддаются описанию Городовых, прятавшихся по подвалам И чердакам буквально раздирали на части Некоторых распинали у стен Эйфория прошла очень быстро Уже в середине марта Наступило похмелье Бесконечные красные флаги Не веяли в воздухе С тягами и знаменами революции А пыльными красными тряпками Уныло повисали вдоль скучных серых стен Как только все люди поймут Основу своего я Самоидентифицируются Управлять, то есть манипулировать Ими будет чрезвычайно тяжело Когда дураки дерутся Умные должны делать деньги Это первая заповедь Твоего дедушки Моисея Все профессиональные революционеры Это как правило Пидорасты всех сортовый оттенок Зюганов и Навальный Объединились Это меня вот больше всего посмешило Я-то и до этого знал Что у них один хозяин И деньги хранятся в одном банке А тут они прямо раскрыли все свои карты Явно хотят идти ва-банк Но чтобы разобраться со всей этой картиной Нам нужно вспомнить кое-что Потому что политическая ситуация Она неразрывно связана с исторической И с идеологией Которую нам навязывают Как было вот мы сто лет назад Мы революцию сделали Вляпались опять в историю Где нас превратили в рабов И в настоящее время Нас опять толкают на революцию Чтобы опять мы вляпались туда же Где нас превратят в рабов Следовало бы обратить внимание на Бразилию К своему предыдущему чемпионату мира Эта страна готовилась очень долго Однако фиаско национальной сборной Сначала повергло 200-миллионное население В траур и депрессию А спустя два года Срикошетило митингами Либеральной оппозиции И импичментом К власти вернулись Отстраненные от штурвала Олигархи и банкиры Теперь новые футбольные стадионы Выглядят так А правительство на этой неделе Начало распродавать Национализированные Когда-то нефтяные месторождения Путин подписал указ 1666 Это программа развития России До 25-го года Подготовить журналистов Которые могут конкурировать В средствах массовой информации И в интернет-пространстве Которые будут защищать глобально Сторону правительства и власти Инвестировать в эти проекты Воспитать и обучить Именно людей Которые будут Противопоставлены Тенденции Вот этих вот Выпадов из интернета В отношении властей Против властей и так далее То есть уже воспитано Обучено и оплачено Целое поколение журналистов И еще каких-то людей Возможно каких-то провокаторов Я не знаю Но это за деньги бюджета Которые являются противовесом Всего того Что сегодня делается И когда я вижу вот этот вот митинг Потом концерт рэпера И просто-напросто Все расходятся Я думаю А чего в принципе Собирались Толпа без идеологической головы Она в общем-то Никакому антинародному Или оккупационному Или еще какому-то Узурпаторскому режиму Не страшна Вот была площадь Тахрир Там были экзальтированные толпы Размахивали знамена Мерев Устранили Надоевшего диктатора Тирана И что же мы видим сегодня? Что там Спустя полтора года После этой революции Или год после этой революции К власти приходят Или исламисты Которых народ не хотел Или приходит Один из ближайших соратников Того же Сверхнутого Тирана Вот что такое Толпа Даже очень большая Даже стотысячная Даже миллионная Без Идеологического Возглавления На Болотной Там лозунги были разные Представленные силы Были разные А вот следующий митинг На Сахарова Это был же строго Либеральный митинг И поэтому Те, кто туда пришли Не сделали массовку Либералам Все И вот Если вы пришли На митинг Устроенный Навальным Но при этом Сумели требовать Изменения системы Ликвидации Капиталистического Устройства Общества Превлечения народа К управлению То Ну это тогда получается Уже не митинг Навального Т.е. он его организовал Но это уже не его митинг Но если это продолжает Оставаться митинг Навального Там будут звучать Вот эти вот лозунги Борьба с коррупцией Т.е. за справедливый капитализм Блин Пчелы против меда Собственно Почему у нас В стране Недееспособное Комдовижение Потому что его У нас как такового И нет Спрашивается тогда А что же есть А есть Его имитация С конструированной Методами Психоинформационной войны Вот это Главнейший пункт Который Каждый Кто хочет что-то понять В нашей сегодняшней ситуации Должен усвоить Что всю вторую половину 20 века Против нашей страны Против СССР Велась Жесточайшая Истребительная Диверсионная Психоинформационная Война Так называемая Холодная Информационно-психологическая По своей сути По своим результатам И последствиям Это была Самая настоящая Третья мировая война Но она Велась Новыми способами Непривычными Но тем не менее Это такая же война Как скажем Вторая мировая Ельцин Пришел во власть Незаконно Он сам себя назначил Распустил народных депутатов И посадил в думу богачей За всеми его действиями Стояли западные спецслужбы Кольман писал Ельцине Как об агенте Ми-6 Фашизм никуда не ушел Лишь сменил маску Великая отечественная война Продолжается Ельцин начал приватизацию Раздал все народные имущества В России не происходило Никогда Никаких серьезных перемен Без раскола силовой элиты Ну никогда Вот назовите мне Вот даже вспомните 91 год Я сам служил в КГБ Прекрасно видел Что происходило Внутри силового блока Там был полный разглад Полный раскол Московское КГБ Я там служил Не пошло стрелять народ Альфа не пошла стрелять народ Хотя и мы Они получили приказ И нам сказали Что не пойдете стрелять народ Мы начнем Вас через трибунал И прочее 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 Со всеми благами Не пошло КГБ стрелять народ Уже в 1996 году Эксперты признали Приватизацию преступной Где свободная пресса Где журналисты Где точка зрения Которая неофициальна И если им верят Все вокруг террористы От этих мыслей Становится очень печально Со временем стало ясно Что именно ЦРУ Провело государственный переворот 1993 года Свергнув законно Избранную власть И поставив В голове страны Своего агента Ельцина Россия пережила В то время Такую же цветную революцию Как на Украине И во многих других странах Где ЦРУ Ставили своих людей на власть Вкусник Ельцинского университета Это противоправное действие Это противоправное действие Которое разрушает страну И сколько бы мне не говорили Что отчаявшиеся люди Имеют на это право Я могу сказать Право на разрушение страны Не имеет никто Даже Имеет Шок от его убийства Как будто потеряли родного человека Славянский союз делает все Чтобы никакие наземные захватчики Жиды-олигархи Не развалили нашу великую страну Наше государство Которое наши деды и прадеды Строили тысячи лет Мы в этой войне Потерпели тяжелейшее поражение Поражение это потерпело Государство СССР И по результатам этого нашего поражения Мы являемся Временно оккупированной страной Временно оккупированной страной Является государство Советский Союз Никакая не Россия И не что-то еще В 91 году У нас произошла буржуазная контрреволюция Идеология Люби себя чихай на всех Это идеология буржуазного класса Это спецоперация была Спецслужб Британии и США И это действительно так Потому что сначала ставку делали на Горбачева Который должен был сделать демонтаж Советского Союза А потом ставка уже была на более прыткого Болерьянова Ельцина Который фактически и заложил вот эту вот бомбу по развалу Советского Союза Каждые выборы в России подделаны То есть там довольно серьезный обман по нашим стандартам И образец был заложен именно на выборах 96-го Когда Ельцина подняли от рейдинга в 3% Ельцин в предыдущие пять лет своего правления втянул Россию в войну Где погибли около 100 тысяч людей и войну проиграли Все-таки государство, образующий народ Это был русский народ И фактически как только русских начали выжимать из национальных республик Уже был заложен вот этот вот подрыв фундамента На самом деле национальная карта разыгрывается тогда, когда надо сожрать большое государство Это извечные политтехнологии британцев Они всегда это делали, национальную карту разыгрывали Когда сталкивали лбами индейские племена, точно так же совершили они и с нами Психоинформационная война это по существу своему грандиозная идеологическая и идейно-политическая диверсия Она вся построена на обмане Причем обман в психоинформационной войне это не какой-то прием А это именно способ ведения боевых действий Обман, имитация, умение притвориться тем, чем ты не являешься, но чем за что ты хочешь, чтобы противник тебе принимал Таким образом у нас 20 лет абсолютно нелегитимный уголовный по своему происхождению Поскольку он образовался в результате уголовного преступления Беловежского сговора Это режим, который вполне успешно имитирует законную власть И все его таковое считают У нас дальше внутреннее преступное сообщество, которое так же 20 лет вполне успешно имитирует буржуазию Правящий режим контролируется Западом, страна развалена Владимир Квачков, командир бригады спецназа, воевал в Афганистане, Карабахе, Таджикистане После развала СССР в 92-м вывозил из Казахстана в Россию тактическое ядерное оружие Развал Союза стал для полковника большой личной трагедией Русская революция неизвестно Не бы все, ничего, расцветай среди лир Только кто защитит Третий Рим, правый мир Генерал 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 Боевой генерал Транснациональным компаниям развяжут гражданскую войну Поделят Уже сегодня вот Уральская республика, Урал хочет объединиться, дальневосточники и так далее В 2010 году по рекомендации Гарри Каспарова и Евгении Альбатс Алексей Навальный проходил полугодовое обучение в Ельском университете Да-да, в том самом тайном обществе череп и кости, где, по мнению конспирологов, Газдеп готовит будущих революционеров для свержения неугодных правительств За границей нам поможет Например, вот, узнаете? Это Алекс А это, познакомьтесь, его однокурсник Фарес Мабрук Одна из главных персон Тунисской революции Ну, или вот этот, черный как смоль, парень Люмумба Ди Аппинг Активист революции в Судане Ну, а этот уже картавящий украинский талант Слава Вакарчук, который также проходил Ельскую школу революционеров Кстати, Навальный, он же сейчас поднял молодежь Поднял молодежь, молодежь начала интересоваться политикой И это хорошо, но нужно идти дальше Понятно, Навальный сейчас призывает к революции И он хочет того, что сделали на Украине Их бросит на баррикады Потому что Навальному и стоящему за ним силам Нужна гражданская война Он хочет такой же процесс, что был запущен Как и на Украине Его позволять нельзя, да И он хочет просто создать вот этот беспредел И там, опять же, после этой революции Придут те же самые лица, как и на Украине И сядут здесь Называется рокировка в шахматах То, что произошло на Украине На манеже все те же Да, а молодежь Она сейчас проявляет активную позицию гражданскую Но только ей нужно идти дальше И выращивать, выдвигать своих лидеров Вот этот человек должен вырасти снизу По своим делам и поступкам И после этого будет тот лидер, который нам нужен И не единая Россия А наш, истинно народный избранник снизу Только так По-другому мы не сломаем эту систему Россия, матушка, дороги и дураки Олигархи, бандиты, чиновники И рыбы больше не поймать Пусть прямо с пыреки Протравит в конечном итоге страну И народу выйдет, скажет Мы не будем больше болеть раком К чертовой матери эту власть И смахнет ее только так Достаточно миллиону выйти И все Никакой власти не будет Сейчас появилась мусорная тема Очень опасная тема Страшная тема И у этой темы есть хозяин Тема, которая может снести На самом деле Любую власть Где хоть кто-то, кто поможет бесплатно Они, наверное, просто играют с нами в прятки Оправдываясь тем, что у них мелкие зарплаты Поэтому они защищают закон Согласно статье третьей Конституции Мы с вами единственный источник власти в стране Прошло куча реформ Куча преобразований И медицины, и здравоохранения И образования Жилищная сфера Судебная система Все реформировано Кто-нибудь спросил у нас с вами Хотим ли мы платное образование Хотим ли платное здравоохранение Кто-нибудь у нас спросил А мы с вами единственный источник власти в стране Сегодня можно опираться Только на российский народ И если такой поддержки нет То во власти нечего делать На гласаксы Почухают репу Посмотрят, что у них получилось Не получилось Найдут другого Навального Найдут какие-то болевые точки И обязательно попробуют еще раз В России хватает своей либеральной мрази Которая готова лизать задницу пиндосам И Европке И разрушать собственную страну Я могу вам сказать совершенно определенно И если я увижу, что такой поддержки нет Я ни одного дня не останусь в своем рабочем кабинете Не дать состояться всем вот этим военным сценариям Нас сейчас уничтожают в военных конфликтах Оружием геноцида, алкоголем, табаком, наркотиками Экономически, опуская уровень жизни Загоняя в ипотеки В кредитно-финансовое рабство Все это возможно благодаря Той лжевой информации Которая на нас несется из СМИ Мы находимся во сне Лжи И мы, находясь в этом сне Еще раз уснули И мы сейчас решаем, кто лучше Путин или Навальный Сталин или Ленин Не обладая полной информацией Ни об одном А архивы переписываются То, что невозможно переписать, уничтожаются Частицы этой правды хранятся в архивах Ватикана Который вилл и ведет непрерывные войны Против русской цивилизации Нам подменили историю Но мы помним На уровне своих генов Что на Руси была свобода Равенство, братство Всегда народ Только используется Для достижения цели Определенной кучки властных людей Вот что нужно знать И в этих идеях Народ гибнет Народ захлебывается в крови Потом впадает опять в бедноту Потому что на этом этапе Пока он делает революцию Он теряет собственное время Человек пока борется за другого человека Свою жизнь профукивает Простите за выражение Но это правда Вы должны бороться только за себя Кому нужна революция? А революция нужна тем Кто опасается Что завтра народ вернет государство себе Не будет престола наследования У народа задача Вернуть власть Но не допустить гражданской войны Вот это главное Не дать опять Чтоб поделили на красных белок И рубили друг друга Пока красные не побелеют Белые не покраснеют Менщиков пишет следующее 19 век окончательно утвердил Наш духовный плен у Европы Народно-культурное творчество У нас окончательно сменилось подражанием И в самом таинственном истоке жизни Мы, русы, уже порабощены белокурами Вы скажете, что хорошее подражание Лучше плохого творчества Что в подражании наше спасение Что стоит нам, например, остановиться В подражании вооружению соседей Как мы будем немедленно разгромлены Я на это замечу, что подражание всегда отстает от творчества И подражатель всегда жертву Своему образцу Раз подчинившись, народ русский Подвергается опасности Дальнейших, постепенных, все более тяжких подчинений Из подражания Запада Мы приняли чужой критерий жизни Запад поразил воображение наших верхних классов И заставил перестроить всю нашу жизнь Народную С величайшими жертвами И большой опасностью для нее Подобно Индии, сделавшейся когда-то Из богатой и еще недавно зажиточной страны Совсем нищей Россия стала данницей Европы Во множестве самых изнурительных отношений Желая иметь все те предметы роскоши и комфорта Которые так обычно на Западе Мы вынуждены отдавать ему не только излишки хлеба Но, как и Индия, необходимые его запасы Народ наш хронически недоедает И клонится к вырождению И все это для того, только чтобы поддержать блеск европеизма Дать возможность небольшому слою капиталистов Идти на говногу с Европой 19 век следует считать столетием постепенного И в конце его Тревожно быстрого упадка народного благосостояния в России Из России текут реки Золото на покупку западных фабрикантов На содержание более чем сотни тысяч русских Живущих за границей На погашение долгов и процентов по займам И прочее И неисчислимое количество усилий Тратится на то, чтобы наперекор стихиям Поддерживать в бедной стране Богатое культурное обличие И вот дальше, внимание, фраза Если не произойдет какой-нибудь смены энергии Если тягостный процесс подражания Европе разовьется дальше То Россия рискует быть разоренной без выстрела Вот эта фраза Смена энергии Смена энергии Это революция на самом деле Все обворовывают свои страны И в зубах все несут В кладовку В хранилище Известных финансовых монстров Финансовых структур Понимаете? Вот так создана система И глядя на Скажем Уже могли бы остановиться Глядя на Каддафи На Саддама Хусейна Вот обратите внимание Саддам Хусейн имел 55 миллиардов на счетах Все, деньги пропали Каддафи Все деньги, которые у него были на счетах в Европе И в Америке Все пропали Все у него забрали Убили и забрали Уже вроде бы все, кто вокруг Все Этой шушеры Крутится Должны понимать Что нельзя свои деньги отдавать куда-то Если имеешь деньги Надо их влаживать Там, где ты живешь Но проблема в том, что Они не собираются жить там Ну и система Система будет Давить тех Кто захочет Скажем Инвестировать Пусть даже на ворованные деньги В свои страны Понимаете? Почему народ сгоняли в города? Для того, чтобы он был Привязан к деньгам То есть Когда человек у себя Живет там на поместье Родовом У него есть яблоки Есть фрукты У него полный погреб У него еды Он независимый У него все есть Он независимый И первые революции Они не прокатывали За счет того, что крестьяне Просто не поддерживали А это было большинство И народ стягивали в города Для того, чтобы они стали Баранами просто Которые можно уже гнать Куда-то на забой Открыли мельницы Хлебушек отравленный нам Термофильные дрожжи Были свои мельницы Все у нас было свое Мы съели здоровые продукты Имели по 7-8-10 детишек То есть у меня у отца Тоже было 11 детей Трудно было дурачить народ Когда он независим Выборы пройдут Проблемы не решатся Я не сомневаюсь Они так и будут Проблемы Пока мы не уберем Эту либеральную систему Разрешенный протест все меньше Тогда неразрешенный Где-то вспыхнет У нас социальная энергия Она у нас осталась Она заложена В желании человека Действовать не по корысти какой-то Не за денежки А потому что напекло Люди позволяют себя втянуть В эту кровавое месиво Которое намечается здесь А я против Я считаю Что этого месива Быть не должно Мы не в 17 веке живем И те люди Которые специально провоцируют Людей на то Чтобы они там Гибли под дубинками Да будь они все сами прокляты Наша задача Изменить государство А не поставить Очередного человека Вместо этого Ну вот Вот таким методом Возьмете Вы поставите Вместо Путина Навального Думаете он Править по-другому будет И заживете вы Отлично Единственный способ Получить нормального Правителя Это вывести его Из народа Надо помнить события 12-го года И участие КПРФ В этих событиях Когда Рашкин По приказу из Вашингтона Всякий раз Писал нужные Вашингтону лозунги И выводил толпу Ничего не понимающих На эту революцию Норковых шуб Голодные поддерживали Тех кто жиру бесится Коммунист Если ты реально Коммунист То ты должен жить Ради своего народа И все отдать Своему народу А если у тебя Миллиарды За границей Какой же ты коммунист Как ты можешь Возглавлять КПРФ Ты лжец Несмотря на то Что я за социализм Этот социализм Должен быть С человеческим лицом Идет раскачка Социальных Возмущений Народных масс Для того Чтобы ввести Военное положение Задача Власть Удержать Я поздравляю День России Силовиков Вы власть Удержали Но каким путем Если сейчас Выходит 100 тысяч Через 5-6 лет Выйдут миллионы Вас Уголовной ответственности Всех Вас всех под суд С вашей криминальной Властью Все Это будет уже Не оранжевая революция Вторая Я не знаю Какое они отношение Имеют к России Если их дети Уже живут И учатся За границей Возможно повторение Русской революции Оно невозможно Хотя бы потому Что русская революция Произошла в структурный Кризис капитализма Сейчас системный кризис Сейчас за демонтаж Капитализма Выступает Значительная часть Буржуинов Поэтому Сейчас Такая революция Она сработает Безусловно На тех Кто собирается Создавать Пост Капиталистическое Общество И Если говорить Вот Об уроках Октября Об уроках Таких Исторических То Здесь Вырисовывается Интересная штука Значит Первая вещь Это для успешной Революции Нужен был Союз элиты И контрэлиты Но которая Должна опираться На интересы Широких масс И если вы помните Сразу после революции Декрет о мире Декрет о земле Нате вам Подавитесь И Все Все счастливы Революция В просветающей Российской империи Была не следствием Внутреннего развития А результатом Международного Заговора И внутреннего Предательства Главный удар Против русского Народа Лучших его Сыновей Тот, что в науке Называется Генетическим Банком Нации Оказался Вырезан Всюду И в деревне И в городе Наши историки До сих пор Боятся Называть цифры Но я вам скажу 20 миллионов Русских людей Вы подумайте 20 миллионов Наших с вами Отцов Матерей Дедов И бабок Были расстреляны И замучены В вашем Цветущем Возрасте И кости Их до сих пор Всплывают По весне В тундровых Болотах Сибири И души Их Кричат Нам Севера Из вечной Мерзлоты Опомнитесь Внуки Оглянитесь Вокруг себя Сообразите Наконец Остатками Ваших Мозгов Что же Это происходит С Россией Неужели Вы не видите Что все Эти жертвы Репрессии Были Не просто Так А единственной Целью Тире Уничтожить Россию Истребить Нашу русскую Память И подчинить Себе Нашу землю Планомерно Была уничтожена Ценнейшая Часть Русского Генофонда Последний Российский Царь Без боя Сдал Святую Русь Предал Монашескую Идею Попрал Веру Народа Царя Батюшку Всякая Революция Есть Преступление Расплачиваться Придется Нашим Потомкам Но Они Расплатятся Той же Монетой Которую Получила Россия От Запада Почему Мы согласились Что эта Революция Была Правильной Нет Это был Грабеж Разбой И так далее Больше Больше Она ничего Не несла И грабили И грабили Народ Все время Практически Понимаете Вот эта Идея Вот это Смысл Той Революции Которая Была Осуществлена Она была Осуществлена За счет Того Что В массы В бедноту Подали Мысль Хочешь жить хорошо Отбери У соседа Это просто Жизнь И это просто Люди Которым Надоело Это Несправедливость В этой истории Надо дойти До сути Госпожа Отвини Да проявите Свою милость В 2019 Году После Резкого Падения Нефти Она сразу Разворачивается И начинается Резкий Рост В это Самое Время Происходят Изменения В администрации Президента И ряде Ключевых Постов Первого Второго Эшелона Приходят Несколько Сильных Людей Которые Возглавляют Альтернативные Политические Движения Партии И которые Начинают Работать В направлении Национализации Ресурсов И предприятий В результате Этих действий Экономика России Отвязывается От международного Капитала И начинает Работать На себя Процентная Ставка Меняется До Трех Процентов И Деньги Поступают В экономику Для того Чтобы Строились Новые Предприятия Создается Много Новых Рабочих Мест Которые В свою Очередь Рождают Потенциал К развитию Образования Начинается Новый Расцвет России Ну как Ты так Объединяешь Людей Ты что С ума Сошел Что ли Мы их Разделяем Стравливаем А ты Объединяешь Ни в коем Случае Это Вот то Чего боится Сегодня Действующая Власть А мы Должны Это Сделать Люди Не Ради Нас А ради Наших Детей Ради Памяти Наших Предков Объединившись Научиться Реагировать Обидели Кого-то Собрались Человек 20 Давай Заявление Строчить Во все Инстанции Вышли Блин Пошли В этот Отдел Там Или Где Он Там Сидит Начали Там Еще Скандалить Еще Там Заявление Целую Кучу Писать Звонить Во все Инстанции С утра До вечера Должна Система Сама Себя Сожрать История На Руси Сохранялась Вечевая Форма Управления Государство С такой Формой Управления Невозможно Было Завоевать Либо Поработить Потому Что Партизанскую Войну Нельзя Победить Поэтому Руси Разлагали Изнутри Как Там Бисмарк Говорил Русских Невозможно Победить Но Русским Можно Привить Лживые Ценности И тогда Они Победят Сами Себя И Самой Важной Лживой Ценностью Которую Нам Привили Это То Что Управление Своей Жизнью Мы Можем Доверить Какому-то Третьему Лицу То Что Власть Над Своими Детьми Мы Должны Доверить Какому-то Человеку Цари Не Побеждают Войнах Войнах Побеждает Народ Представь Что Цари Бились Бы Сами Вот Было Бы Зрелище Это Самая Главная Лживая Ценность Которая Стала Менять Нашу Идеологию Над Властью Князя Изначально Стояла Вечевая Форма Управления То есть Вечи Решала А князь Уже Выполнял Приказы В определенный Момент Князь Стал Обладать Большей Силой Чем Вечи И он Попрал Закон Вечи Выстроилась Пирамидальная Форма Управления Князек Элитки И народ Стали уже Воспринимать Как быдло Но тем не менее Новгородская Веча Сохранялась До 16 века Что на данный момент Происходит Депутаты За деньги Покупают Власть Над народом У самого же Народа Теряется доверие К власти Падает явка На выборах А на данный момент Мы достигли Рубежей Когда уже Низы не могут Латинское слово Революция Оно соответствует Русскому слову Переворот И вы тут же Видите Что русская Приставка Пере Отбросила Пе Осталось Ре Да Дальше Корень Вор Так что Переворот Превратился В ре Волюцию Время Путина Уходит И они Понимают Что Для того Чтобы сохранить Их власть Они должны Будут убрать Путина И на его место Посадить Другого человека Устроить Определенный Спектакль Который Будет выглядеть Как некий Переворот Есть документы Из которых Исходит То что В их планах Существует Такое Стравить Людей Друг с другом Чтобы русские Как можно больше Убивали русских Ну имеется ввиду Русские Это все Кто живет В России Это и Русские По национальности И татары По национальности И там Башкиры Но если К власти Придут Патриоты И если В стране Будет Устроена Народовласть То тогда Я могу Сказать Что Запад Будет думать О том Как все Это прекратить И Самая крайняя Мера Это война Я надеюсь Братья и сестры С Украины Услышат меня Я хочу Чтобы больше Не было Крови Революций В войн Бывали и в других Землях Товарищи Но таких Как в русской Земле Таких Не было Товарищи Давайте мы Сменим Нашу власть Законным методом Правдой И честными Выборами Через нормальные Выборы Через нормальный Референдум Мы бы Пришли К тому самому Народовластью Которое Сейчас популярно На словах У всех Было Пророчество Ванги О том Что Народы Все Восстанут Брат на брат И даже Ближние народы Будут друг с другом Воевать Там за что-то Непонятно за что Вот потом Все эти войны С ней зайдут на нет И Те государства Которые Даже раньше Отделялись От России Потом они Вновь к ней Присоединятся Удивительно Все силы Силы и мощи Я вижу Говорит Россия Процветающей Богатой Страной Которая Будет служить Во всем Мире А как Этого Достичь Работайте Говорил Работать Надо Не надо Этого Ждать И не делайте Зла По всем Предсказаниям Россия Останет Сверхдержавой Духовным И культурным Центром Всего мира Поэтому Весь мир Сейчас Бастует Против глобальной Мафии И скоро Ей придет Конец Потому что Информация Которая Была Обнародована Подобно Вспышке Которая Разбудит Всех И пирамидальная Структура Заменится На народную Форму управления Свобода Равенство Братство Свобода Равенство Братство